Всем привет! Ещё одна случайная игра в лобби Норсгарда со случайными людьми. Случайный клан. Посмотрим, кого мне, видимо, козу сейчас выдадут, судя по значку, который мне достался. Ну, нравится мне вот периодически в Норсгарде, несмотря на то, что ранний доступ, версия 0.2. Да, коза. Значит, начиная с двумя овцами, можно построить загон для овец. Мне в прошлый раз сказали, что зря я этим не воспользовался. Они там что-то производят в этом загоне и на 5% меньше еды потребляют. Давайте начнём. Всегда начинаю со скаута. Может, кто-нибудь посоветует какой-нибудь и другой стиль игры. И сразу ещё домик построим. Овцы, во-первых, дают меньше потребления дерева зимой. А во-вторых, видите, можно загон будет построить. Так, давайте искать... Знаете, что вот это... Вот тут выглядит, как будто много леса. То есть нам надо сначала найти область, где она плюс 30% к лесу. Так, загон для овец. Ваши овцы будут жить в загоне и производить еду. Сначала дом лесоруба требуется. Вот для этого я сначала ищу область, где есть лес, чтобы её колонизировать и там дом лесоруба построить. Нет. Тут ничего не тяну. Ну, вот тут вот эти развалины, которые разведчик может исследовать. Но опять же, когда я колонизирую эту область. Ну, ещё и камень, в принципе. В принципе, интересная область, но это не первая для заселения. Ну, давай, давай, найди с лесом. Вот, тут олени. Кстати, область для охоты неплохая. Меня радует, что никаких... Я на высокой сложности, естественно, играю. Нету никаких... Неужели тут... О, плюс 20. Да, всё, вот эту область колонизирую. Отлично. Это хорошая область. Тут сразу домик. Лесоруба ставим. Вау, тут у нас волк уже есть. Так, а куда пошёл скаут? Что исследовать? Да, вот эту область. Вообще, я тут так от других игроков защищен. Смотрите, вот раз область и два область. Ко мне проход только. Всё. В принципе. Очень даже неплохо. Так, и здесь сразу давайте построим... Или мне не хватит? Дом охотника. А, 60, да, не хватает. Надо тут с волками разобраться, конечно. Так, 60. Сторожку охотника. Загоновец 80, окей. Так, это вот, тут тоже хорошая область. Ну, отсюда опять будут нападать всякие. А вот тут, типа, хорошие гиганты живут. Если им еды давать, то они могут на вашу сторону перейти. Ну, ничего так у меня места. Конечно, хатку... Лечилок бы. Так, блин, вот этот раненый медленно строит. Всё. Давайте в охотниках определим. Пошла еда добываться. Ну, наверное, устрою пир. Или колонизирую лучше эту область. Просто колонизированная область даёт счастье, за счёт чего быстрее появляются жители. Каждая колонизированная область — это плюс счастье. Каждый житель — это минус счастья. Такая очень простая система. Так, и надо построить... Ещё зима не скоро. Надо построить загон. Ну, вот эти гиганты ходят. Так, тут что за область? Ну, тоже интересная. Видите, ещё овечки есть. Загон для овец построю. В моей основной области. И тут же ещё построю... Ну, военных, чтобы нанимать. Чтобы с этими волками разбираться. А потом... С этими ребятами ещё. Видите, больше нету областей для колонизации. Прежде чем... Надо убить именно юнитов, которые в этой области сидят. Так, тут, кстати, силос в этой области надо построить. Сто дерева. Так, раз овечка. Два овечка. Вон, опять волк побежал. На нас нападать. Интересно, сколько они еды производят. Восемь. Видите, загон для овец восемь. Нормально. Нормально. А, тут ещё и... Рунный камень. О, слушайте, вот эту область надо... Как можно быстрее. Но сначала надо волка. Вот эту область. О, что это? Почему он красный? А, там просто стоит кто-то за этим камнем. Ладно, так. Нужен домик. Так, здесь уже предел по жителям. А, и вот тут надо, чтобы это разведчик исследовал, раз он уже... Так, ну пускай он эту область исследует, я отправлю разведчика. Тут много всего можно найти, особенно золото. Я не буду долго строить здание на золото. Так, и вообще бы хижину ещё... Ну, хилеров пока не буду, всё-таки мне важнее воинов построить, честно говоря. Давайте, кстати, и построим. Так, и первое я изучаю... Острые топоры. Так, где он этот скаут? Вот сюда, забрать ценности. Ну, еда в мин... Ой, деньги в минус пошли. Not good. Ну, сейчас, я думаю, он найдёт деньги вот в этом. Найти золото и древесину. Золото и древесину найдёт, так что нормально будет. Мне как раз надо бы, наверное, пока зима не настала, сделать одного воина и этого волка забить до смерти. Я думаю, мы одним воином справимся. Просто при зиме минус 30 к силе. И сразу колонизируем эту область. Видите, было ноль и стало плюс одно счастье, потому что область колонизирована. Так, вот тут можно ферму построить, но нету смысла это делать зимой, потому что зимой она просто не работает. Поэтому я, наверное, построю тут добычу рудник для добычи камня. Так, а здесь я всё хочу силос построить, потому что плюс 10 к еде, а у меня тут как раз олени. Зимой, как вы понимаете, меньше всего добывается сразу. Так, что у нас по очкам? Я первый по славе. Фиолетовый на деньги пошёл. Мудрость. Мечудина. Ну, Мечудина это надо ещё кузницу, отыскать поток лавы, там какой-то долгий путь к победе, честно говоря. О, 200 дерева и 100 денег. Нормально, 100 денег мне хватит. Так, и надо, наверное, хижину. Так, каменола у меня построена. Хижину. Одного я пока поставлю, добывать камень. Сколько мне для апгрейда надо? 10 камня. 50 денег. Хижину лекарей. Сколько в этом? Так, ещё одно здание могу тут строить. Ну, может, даже пир устрою. Всё равно я плюс по деньгам. Почему нет? Надо вылечить мне воина и двух добывателей, потому что они работают на 20% хуже. Одного лекаря можно сюда отправить и построить, наверное, пивоварню. Потому что там счастье тогда будет добавляться, быстрее жители будут. Хотя у меня так плюс 3, и пока... Нет, лучше тогда воинов, и сейчас закончится... Закончится зима и вот эту область, потому что тут круг камней. Видите? Очень, очень крутой бонус к науке, и плюс ещё добыча стали. Установили контакт с йотунами. Это вот эти. Это не игрок, это вот эти ребята. Им надо будет еду поставлять, когда я вот эту область колонизирую. Ну, чтобы... То есть в соседях с ними надо быть. О, волки побежали на меня. Хватит ли мне... Одного воина. Надо не забывать микроконтролем отходить и нападать. Так, всё. Давайте мы ещё одного хиллера тогда отправим, чтобы быстрее всё вылечили. Чё, минус один? А, слишком много раненых. Да, сейчас вылечим всех. Кого и налечат вдвоём? Хотя, в принципе, можно уже построить пивоварню, а вообще вот тут можно построить ферму, поля. Ну, что наступило лето, на поля можно выходить. Ну, и, в принципе, пир можно устроить. Еды у меня достаточно. Или оставить... Да-да, сейчас все будут счастливы. Сейчас мы всех вылечим. Так, вылечили. Видите, ноль уже почти. Ещё, видите, в несчастье раненые добавляются. Пока стоят тут воином, потому что вот эти волны... Тут два волка. Ммм, может всё-таки напасть и зачистить эту область, поставить тут сторожевую... Да, наверное, так и сделаю. Так. Еда потребляется на 5% медленнее. Пойдём по развитию. Вот это просто отличная штука. Ко всем улучшенным зданиям можно прикрепить ещё одного поселенца. Так, давайте с волками разбираться. И я эту область колонизирую. И сюда... А, это будет разрушено, когда я колонизирую. Можно овец потом в загончик. Апнем в загон для овец и туда овечек отправим. Или новый загон для овец построим. Так. Здесь надо защитную башню зафигачить. Она будет вполне одна отбиваться. Так, улучшаем. Ратушу. Получаем титул Тана. Увеличивает бонус к производству, который дают пиры на 30%. Может, зря я рано пиры устраивал. Так. Теперь воины... Вообще, наверное, дождёмся, когда он тут построит башню. Башню. Вот здесь. Так, здесь камень надо добывать. Вот тут можно ещё здание. Вот тут давайте пивоварню. Так, торговый... О, медь с деньгами уже хреново. Тогда торговый пост или рынок. Рынок лучше. Ну и пир пока устроим. Так, воинов перекидываем сюда. Сейчас будем с этими разбираться. Сейчас мы починили. Сначала разобраться с торговым постом, посадить тут кого-нибудь деньги добывать. Так, у меня двое хиллеров не работают, потому что нету раненых. Надо это поправить. Так, одного убьём, отойдём. Давай, 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 давай. Ну, добей его и... Отлично, лечимся. Опять слишком много раненых. Там уже без денег не могу здание улучшать. Так что надо построить пивоварню на счастье. Тут придётся строить. Больше у меня пока мест... Нет, я могу место получить. Здесь я хочу пока на... Хотя может сейчас вот он добудет весь камень. Три камня осталось. Это можно будет удалить. Тут камень построить. У нас раненый скалок и тут. Давайте вернём его в нашу область. Пускай его вылечат. Не хочу, скалку убивали. Пускай будет вылечен. Сейчас крысы съедят еду без складов. Тут могут добраться до еды. в принципе пока у меня плюс. Не думаю, что у нас проблемы какие-то. Так, не уходи, скал. Подожди, тебя вылечить надо. Сейчас мы смоем долечиться. вот видите, ещё общаются в чате. Много проблемы со шлюхами, много платного секса. Нашли друг друга. Куда ты свалил? Да, нужно. Так, вот тут удалю. Построю. со складами крысы нам не грозят. Где тут пивоварня? Блин, 50 денег требуется для пивоварни. Вот фигня какая. Not good. Ну, улучшить тогда настроение можно с захватом области. пока есть такая возможность. А, ну и убив жителя, кстати, тоже вариант. давай, давай. Ну, только не сейчас. Фух, убил. Так, колонизируем область. все, феникса вынесли. Фиолетовый гамовер. так, вот как теперь с этими ребятами общаться? теперь мне нужны деньги, чтобы сначала дом бардов этих построить. может, надо было брать торговлю? плюс 2 к производству золота позволяет наладить торговые пути с помощью торговых постов. вылечит. Хм. Давайте вернем еще раз разведчик, пускай его вылечит. лекарь тогда отправим чем-нибудь другим заниматься. Опять несчастен. торговлю все-таки прокачать. У меня 167 еды. Давайте двоих наверное. Поставим круга камней, чтобы быстрее наука шла и прокачаем хиллеров. Одного сюда будем добывать железо, а одному вернем в состояние добычика еды. С помощью железа я смогу улучшить инструменты тем же торговцам. То есть 5 а блин там тоже деньги нужны. Печалька. единственная возможность счастья здесь сейчас улучшить это реально построить бардов. видимо торговлю брать. Хотя хотел ну вот эти места и пока он добежит до этой башни. Поэтому башня как можно дальше от той территории с какого места на вас нападать будут ставить. Так а для пира 330 требуется. Ну вот видите как мы быстро взяли торговлю и для строительства хижины бардов 50 денег. пивовар пивовар барт это у какого-то другого клана кстати. Вот что-то я не пойму как с этими ребятами коммуницировать. То есть я хочу например что никак едой не дается. Ну бардов мы тут построим. давай давай три монетки осталось установили контакт с игроком космонаут сейчас будет счастье обождите наверное инструменты бардов в первую очередь улучшим чтобы счастья было побольше. Или торговцев, чтобы быстрее деньги капали Все, добыли тут все Так, мы их в пивоварню Ну куда ты пошла? Сюда Одного парня Пивоварня Пивоварня За 30 А, не, улучшается вообще без денег Нет, с деньгами Торговцам можно без денег улучшить Так, работяга Сажаем в добычу денег еще одного чувака Так, что это будет слишком холодный Меньше будет Так, надо копить Особенно еду надо копить Рушим инструменты торговцев Опять нападение Ну тут все нормально работает Так, давайте тут домик построим У меня скоро будет Переизбыток Жителей Так, следующее надо пивоварню улучшить Блин, тут бы силы, конечно, построить Тоже, чтобы быстрее добывалась Еда А на следующую вот эту область Планируется ведь еще один круг камней Попробовать победить наукой Хотя я вот отстаю от Неизвестного клана Нет Я Я Я Я Я Я Ю Я Я Блин Для апгрейда не хватает камней. Так, лучшим бардов, а пивоваров. Так, и возьмем, ну, золота уже дофига, давайте, наверное, учености. Большие руды, прирост населения, уменьшает дров зимой, нет, ученость. Так, и здесь возьмем счастье. Хотя, нам сейчас камень нужен, счастье я могу в пивоварах тогда ждать. Блин, надо было штраф киди зимой брать, уменьшается, даже сейчас хреновая зима будет. Так, иди камень добывай, а ты иди в бардах посиди. Уху! 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 Что? Уху! Что? 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 что там скаут раненый я вот во время зимы просто двух вот этих сфер мы перекинул на добычу оленей хоть как-то будут работать все разведчик погиб нет надо силы вначале улучшить плюс к еде был пока зима началась а сейчас будет суровая зима минус 12 этих ребят перебрасываем но они конечно что-то добывают зимой но всего 5 еды вот сейчас посмотрим как она будет среди оленей и кстати давайте улучшим им инструменты так минус 6 веду ну сейчас еще начнется суровая зима и тут еще больше минусы станут но я думаю что мы переживем минус 4 вот суровая зима начинается до минус 19 всего как это я убираю он значит два добывал одинаково на тишон на поле на полях работает что тут так уменьшает стоимость улучшения ваших зданий да надо взять но она довольно быстро закончится но боюсь боюсь как бы нам фигово тут не стало и и и дерево уменьшается и еда уменьшается так может мне пока горняка в добытчика еды определить то что и начнут болеть жители блин выживем ли или нет так что можно улучшить лесорубов можно улучшить крестьян мудрецов давайте мудрецов быстрее все открывалось ну и крестьян чтобы еду давали давай давай заканчивайся зима ну ну все еда уже в плюс пошла отлично двух парней добывать камень сколько тут осталось 24 надо улучшать овец отлично все путем пережили зиму тут пивоварня вся забита рынок весь забит наверно война еще одного делать и захватывать вот эту территорию нехватка домов но вот дома и как раз могу опнуть мне нужно дом чтобы хиллера посадить а а а а а а а нет смысла нападать чтобы он моих воинов ранилось его и так башня добьет хиллер лекарь лекарь я могу сразу всех зарезать что сразу просто 80 еды так ну теперь наверно улучшаем силу бойцов не надо вот эту область зачистить и науку получать так я все еще не понимаю как с этими ребятами работать может им овец давать или может торговый пост кстати нужен чтобы с не а точно нужен торговый пост чтобы с ними торговать почняк давайте мы его построим меж просто рынок до торговли торговый пост он и и и и Продолжение следует... И апнем, кстати. О, нехватка дерева. Давай, давай, лечись. Офига их тут уже развелось. Ну, отступай. Этого добить надо. Все, отлично. Опять лечимся. Так, доступен торговый путь. Что мы будем продавать? Еду? Йоту нам. Вот. Так, нехватка домов опять. Улучшают дома. Крупные землетрясения будут. Нам надо будет ремонтировать здание. Так, блин, их три уже. Ну, сколько можно? Что они так появляются быстро? Какое-то было оружие улучшить моим воинам. Ну, добивай. Лечимся. Нет, до зимы, я думаю, я эту область зачищу и колонизирую. Нормально. О, один процент еды пошел. Отлично. О, шуба не уменьшается сила. Так, я стал ярлом. Дает бесплатные инструменты. Круто. Как раз улучшу воинов и улучшу лесорубов. Так, этот пойдет у меня в лесорубы. Так, и по мудрости я впереди. Нормально. Сейчас еще этот круг захвачу и думаю, что я по науке победю. Тем более, тут и камень дальше будет. У меня уже областей с камнем нету. О, у синего. Блин. Синий тут армию строит, я смотрю. Надо бы и мне. Вообще, идти по пути крутизны армии. Ну, тут куча камня. Вот эту область мне тоже надо колонизировать. Сначала эту. Ну, намного веселее бои пошли. Так, и двух селян в этот камень. Так, и здесь надо башню построить. Вопрос, откуда будут нападать? Давайте вот тут ее поставим. Острые клинки возьму. Так, сейчас произойдет землетрясение. Надо будет каким-то одним. Я оставлю вот одного юнита, чтобы как раз им вылечить, починить здание. Но синий пока не может на меня нападать, пока вот эту область не колонизируют. Так, пошло землетрясение. Ну, кстати, хижину скаута я не буду ремонтировать. Я сразу удалю. Так, и что еще? Тут хижина, да, это надо отремонтировать. Хижину скаут. А нааем. Г успеем его убить до последний остался как раз к началу лета вынесем и захватим эту область почему-то на мою область а не на синего а синий пытается с ними справиться какие-то у него валят вон на территории так нашу один остался я думаю можно атаковать вполне правда денег не будет на колонизацию не денег а еды 250 ну сейчас добудем сразу надо ставить добывалку то есть интересно если убрать отсюда торговца бусерной торговля до что денег мне уже и так немерено еще один дом построен что дом требует только дерево улучшение у требует камень так лекарей переделываем в обычных ребят и строим тут добычу камня надо будет следующую ферму улучшить и склад тут посвящен от склад прямо сейчас поставить так легендарные герои давайте вот быстрее добывают тут драугры появится на сейчас раскидают просто воинов здесь одного и тут одного думаю что они отобьются без проблем и так и склад надо улучшить чтобы больше еды добывалась тут и норм будет с этим может и тут склад поставить кстати у меня же денег я могу купить в принципе металл нанять лидера так тут все по максимуму по максимуму склад по максимуму учебный лагерь можно улучшить чтобы еще одного воина получить вот да а нет это драугрыва с этой области а вот и из порталов так одного хиллера давайте сделаем кстати можно улучшить это здание чтобы они в два раза быстрее всех лечили а а а и Так, ну денег все равно дофига, давайте еще металла Что могу горняка и знахаря улучшить? Давайте, наверное, знахарей Там и так два горняка работает, мне этих камней выше крыши, а вот лечить быстрее точно надо Так, осталось улучшить военное здание, а в уме еще камень Ну, сейчас тут они выработают все Я думаю, что я уже тут наукой победил, без вариантов особо Еще три науки открытия победа Ну, я думаю, что я уже не могу у меня складов дофига я думаю что я выдержу проблем так колонизируем тут разведчики могут что-то найти разведчика кстати сделать раз такое дело кстати башни улучшаются вот эту одну лучше синий может хотя он не может даже с этими справиться что помочь ему армия у меня есть я думаю что она сильнее чем у него то есть он может эту область захватить но я ее отобью обратно повернемся полечимся вот волки неожиданно но там еще и знания были отлично скаут поработал я приблизил свою победу по науке ну что не хочешь эту область колонизировать синий я как раз на тебя нападу тогда есть у меня еще что не улучшенное наверное торговый пост но смысл его улучшать так мирных жителей нафиг надо стратегия обороны защищен давайте защищем так что особо будут крысы крысы не страшно ну что как они планируют побеждать эх и кабачиη а мы 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 другой парень армии построил пошел на синего может мне синего помочь он не может на меня напасть понимаете в чем прикол я отхожу лечиться он не может на мою область попасть по что его области нету рядом вот в чем дело ругается саламану я тебя такую шифты синего не захватил странный парень а и 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 с этим так как тут чат включается Хм. 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 Ну, остался космонавт только. Хм. 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 было по науке. Вот я не знаю, вот синий, видите, не захватываясь областью, он как-то долго с этими чуваками, которые там, драугирами боролся и все никак не мог захватить. Ничего, что очень странно. То есть этим вот этот красный посильнее, ну вот терпит поражение. То есть синий вышел из игры, ну считай, что признал поражение. Так бы я победил уже и научно, я не думаю, что коричневый мог что-то сделать. Ну все, спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Спасибо, что засорили до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.